Добрый день, уважаемый Ахилбеков Сенбекович, дорогие друзья. Рад нашей встрече в связи с проведением первого в текущем году заседания Евразийского межправительственного совета и цифрового форума «Алмата Диджитал». Но прежде всего хочу попросить вас передать самые добрые слова приветствия и наилучшие пожелания президенту Киргизской республики Садыру Наргужовичу Жапарову от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и от меня лично. Мы искренне заинтересованы в укреплении дружеских, партнерских отношений с Киргизией, которые всегда были основаны на принципах взаимного уважения, добрососедства и учета интересов друг друга. Важно, что российско-киргизское взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развиваются успешно. В январе-ноябре прошлого года взаимный товарооборот вышел на уровень 285 миллиардов рублей и доля национальных валют в межгосрасчетах превысила 88%. Это имеет особое значение для защиты взаимодействия России и Киргизии от незаконных санкций коллективного Запада. Россия является крупнейшим инвестиционным партнером в экономике Киргизии. В Киргизии реализуются совместные проекты в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, геолого-разведка, добыча полезных ископаемых. Мы также создаем новые рабочие места в различных областях Киргизии, укрепляем межрегиональные связи, в том числе и по линии малого и среднего предпринимательства. Хотел бы отметить эффективную работу российско-киргизской межправкомиссии. Лично вы, уважаемый Калбек Усенбекович, возглавляете вместе с Алексеем Логиновичем Аверчуком. И я знаю, что есть постоянный контакт. Мы всегда рады, в том числе и вашим визитам в Москву. У нас есть хорошие возможности для того, чтобы расширить наши горизонты сотрудничества. Мы предлагаем активнее работать в энергетике, в том числе и по возобновляемым источникам, по мирному атому, по транспортной инфраструктуре, по вопросам, связанным с развитием цифровой экономики. Мы рассчитываем, что правительство Киргизии будет и впредь обеспечивать комфортные условия для работы российских компаний, ну и, соответственно, для привлечения инвестиций из России. Надежная основа для углубления кооперации создает участие Киргизии в Евразийском экономическом союзе. Мы продвигаем четыре свободы – свободы движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. И они стимулируют рост национальных экономик, повышение уровня жизни как граждан Киргизии, так и Российской Федерации и всех государств пятерки. В области образования мы помогаем расширить преподавание русского языка в Киргизии. И в рамках гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» в школах республики работают больше ста уже наших педагогов. Знаю, что вы внимательно относитесь к этим вопросам. И, конечно, хотел бы также поблагодарить за внимательное отношение к русскому языку и использование русского языка в качестве межнационального языка общения. В исполнении договоренности на высшем уровне мы также реализуем проект создания в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке и, самое главное, по самым высоким образовательным стандартам двух государств. Уверена, что наши вот такие проекты и эти школы станут еще одним символом дружбы братских народов России и Киргизии. Готов обсудить с вами, уважаемый Ахлбек Усенбергович, все насущные вопросы в двухсторонней повестке. Спасибо. Уважаемый Михаил Владимирович, очень рад снова с вами встретиться, возможности отдельно обсудить актуальные вопросы киргизско-российского взаимодействия. Но прежде всего хочу поблагодарить вас, уважаемый Михаил Владимирович, за проявленный интерес и поддержку к тем важным предложениям киргизской стороны, которые были озвучены мной в ходе недавнего моего визита в Москву. В связи с тем, хочу проинформировать, что вчера у меня состоялась конструктивная и открытая встреча с командой во главе с Алексеем Сергеевичем Беспровозван в Ишкеке. У Алексея Сергеевича и его команды была весьма насыщенная программа пребывания с полевыми выездами, встречи с профильными госорганами. В нашей стране уверен, что и наша сегодняшняя встреча предоставит дополнительную возможность для сверки часов в перспективном двухстороннем сотрудничестве. Субтитры создавал DimaTorzok